Берем клеща, рассматриваем, что это действительно клещ. Их разыскивают эпидемиологи. За такими задержанными обычно тянется кровавый след. Они вооружены и очень опасны. Могут распространять смертельные инфекции. Чтобы выяснить это, клещам устраивают допрос с пристрастием. Сначала погружают в ванночку со спиртом, потом гомогенизируют. Стальными шариками превращают в однородную массу. В лаборатории действует презумпция виновности. На вирусы проверяют всех без исключения подозреваемых. Из вредителей признание вытягивают специальные антитела. Они покажут, переносит ли клещ вирусы лаймборелиоза и энцефалита. Главное – передать кровососа врачам в целости и сохранности. В связи с тем, что вирус клеща живет в слюнных железах и в желудочно-кишечном тракте, поэтому, конечно, особенно тело клеща, не лапки клеща, это и подлежит обследованию, чтобы достоверный был результат. Задержать и доставить в лабораторию следует даже неприсосавшихся клещей. Ведь самцы могут укусить, заразить и поползти дальше. Чтобы уберечь горожан, кровососом объявили войну – химическую. А корицидным раствором обрабатывают каждый сантиметр парка, ведь клещи живут в сухой траве. Пока нет дождей, специалистам нужно успеть опрыскать больше двух тысяч гектаров. Людям смертельную для кровопит-зону лучше обходить стороной. В течение обработки находиться на территории парка нельзя. В течение двух дней ограничить хождение по территории парка. Может быть спазм, может быть аллергическая реакция, может быть кашель, слезотечение. Ну, это, наверное, самые сильные проявления. Обрабатывать некоторые лесопарки специалистам придется несколько раз. Ведь даже если клещи после первой химической атаки погибнут, новые кровососы могут вновь сюда вернуться. Причем в буквальном смысле переехать на новое место жительства – на переносчиках, белках, крысах и бездомных собаках. Но даже химобработка не сможет обезопасить горожан. От смертельного вируса спасает лишь прививка. Однако ее ставят не все. А вы от клещевого энцефалита привиты? Нет. Почему? Не знаю, как-то к прививкам так отношусь. Скептически немножечко. Ну, просто-напросто мы не ходим там, где клещи эти. Было несколько раз. Но после этого и стал ставить прививки. Тем, кто решит привиться сейчас, стоит помнить. Ближайшие две недели они не выездные на природу. Но свердловчане, которые найдут на себе клещей, смогут проверить их даже в майские выходные. Мария Новикова, Иван Быков. Главные новости Екатеринбурга. Субтитры создавал DimaTorzok